Сейчас раннее утро, и пока никого нет дома, я решила покрасить волосы самостоятельно. Я уже делала так несколько раз в своей жизни, поэтому ничего в этом страшного нет. У меня краски много, и опыт есть. Я всю жизнь прокрасила свою маму. Как бы себя, мне кажется, не так уж и сложно покрасить. Я купила три краски без аммиака в обычном магазине, и буду сейчас их смешивать. Две краски у меня под номером 5 Medium Brown, и одна у меня краска номер 4 Dark Brown. Дела три пачки, потому что у меня длинные волосы, пористые, и я думаю, что на них уйдет очень много краски, и хочется, чтобы все было прокрашено. Смешаем сейчас все эти баночки между собой. Хочу, чтобы у меня был однотонный цвет, потому что мой блондин, он начинает выходить наружу, проявляться. И, конечно, когда волосы не ухоженные, просто когда помоете ваши волосы, когда они без укладки, смотрится это ужасно. В кончике смотрится такое впечатление, что их сожгли. Ну, их и так сожгли, но все равно это ужасно выглядит. Пока я не сделаю укладку, но сами понимаете, что каждый день делать укладку, это, конечно, не очень весело. Я стараюсь делать укладку только когда куда-нибудь выхожу, и, в общем, такие дела, да. Самое смешное, наверное, в этой ситуации, что я буду красить кисточкой для краски, малярной кистью. Потому что я, когда уже все развела, я потом только поняла, что у меня нечем наносить. А когда-то давно, я помню, красила маму губкой обыкновенной, но брала губку, которую мыть посуду, красила ее губкой. Потом, когда появились щеточки, вот эти специальные парикмахерские, я красила ее щеточкой. И когда я развела свою красочку, я поняла, что мне нечем красить. Я начала быстро искать губку, и в итоге нашла чистую малярную кисть, которой я красила кое-что в нашей спальне, белая краска. Надеюсь, тут никакой реакции не пойдет. Я ее промыла хорошенько, она чистая. Девчонки, самое смешное, это что, когда я опубликовала пост в Инстаграм о том, что хочу покрасить волосы, я спрашивала, что же мне купить, где найти краску, потому что я нахожусь сейчас в другой стране, я не знаю, куда пойти, куда податься. Нашлись подписчики, которые, во-первых, профессиональные парикмахеры, колористы, они мне написали, расписали формулу полностью. Вот, а да я, я могу формулу, даже несколько формул оставить под этим видео. Название красок, что да как. Но я не могла ничего все равно найти в свободной продаже. Нужно было заказывать либо с Amazon, либо с eBay. Но там все было так странно и непонятно, то ли оттенка одного не было, то ли не было оксиданта, который мне нужен. В общем, я что-то так подумала, а вдруг я что-то не то закажу, придет, я покрашусь и стану вообще зеленой. И для меня это очень было странно. И кто-то из зрителей написал мне купить вот эту краску. Я ее купила теперь и на свой страх и риск. Мне кажется, ну, я чувствую, что все будет хорошо. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Моя любимая фраза. Еще интересный факт обо мне. Я чуть ли не каждую неделю хочу покраситься в блондинку. Причем такую в платиновую блондинку. Подстричь волосы прям коротко и покраситься в блондинку. Это вообще, это факт номер один обо мне. Но каждый раз я нахожу какие-то аргументы, смотрю старые фотографии, пересматриваю и отговариваю себя. В общем, корни я прокрасила. Краска, знаете, немножко гелеобразная и хорошо распределяется по волосам. Поэтому, мне кажется, проблем нет с прокрашиванием. Осталось примерно половины краски. И мне нужно как-то умудриться распределить ее по всей длине теперь. Ну что, на все мои волосы, на все мои пористые волосы хватило 3 пачки краски. Я нанесла густо краску, прям хорошо, так равномерно, я думаю. И посмотрите, она уже начала темнеть. Я прям черная становлюсь. Написано в инструкции, что нужно держать 10 минут, но я не знаю, мне кажется, я скоро смою краску. Мне страшно, я не хочу быть слишком темной. Что я помыла голову и понимаю, что я очень-очень темная. Но пока волосы мокрые еще, мы не можем увидеть конечный результат. Но, по крайней мере, на 2 тонны я точно темнее. И сейчас иду за Сарочкой. Она уже должна подъехать скоро. Я хотела еще снять такую маленькую распаковку вместе с Сарой. И так что покажу вам уже конечный результат. Высушу волосы, распакую посылочку. Мне недавно доставили эту посылочку. Это посылка от L'Oréal. Примерно 3 дня назад. И я ждала, когда же я ее открою вместе с вами, вместе с Сарой. Так что давайте распакуем. Я уже дождаться не могу, что же там, мне так интересно. Тебе интересно? А ты расстроишься, если там ничего детского не будет? Главное, чтобы на мне красили. На тебе красили? Такие заботливые у нас пиарщики. Представляете, они доставили мне журнал, в котором есть я. Я люблю эти пупырышки. Я их лопаю. Все, я вижу первый красивучий пакет. Такой Шу Уймура. Это обалденный люксовый бренд, который появился в России. Японский бренд косметики. И здесь у меня, я думаю, много. Да, такой пакет тяжеленький такой. Тяжеленький. Первое, что у нас, это какой-то шиколный пакет. Это у нас праймер-мусс для макияжа с SPF защитой 35. Да. Вы можете представить, что это база под макияж в виде мусса, еще и защитой 35 SPF? Следующий продукт у нас розового цвета. Такие у них красивые всегда розовые бутылочки. И написано, что это очищающее масло для лица. Но это гидрофильное масло, которое потом смывается водичкой и затем каким-нибудь гелем для умывания. Мне нравится этот цвет. Да, я люблю вообще продукты от Шу Уймура. Ух ты, тут огромная бутылочка. И это тоже гидрофильное масло для лица. Но здесь вообще 450 миллилитров. Если сравнивать с предыдущим объемом, то здесь всего лишь 150 миллилитров. И это очищающее масло для лица для всех типов кожи. Но здесь огромная действительно баночка, которой мне хватит на всю жизнь, я думаю. Потому что у меня на самом деле очень медленно расходуется гидрофильное масло. Потому что я его использую только тогда, когда на мне такой плотный макияж. И если я хочу смыть макияж, но быстрее и тщательно, то я всегда использую гидрофильное масло. Ага, да, ты была права. Это жидкая подводка для глаз, металлическая. Ух ты, пусть она высохнет. Она действительно такая, знаете, серо-черная, очень-очень блестящая. Мелкие-примелкие блестки в этой подводке. Но да, она прикольная. Это от тени? Да, я думаю, ты права. Это тени для глаз, это палетка. Вообще, у Шую Мура есть в наличии такие кейсы. У меня есть уже кейс побольше, в который вы сами собираете тени, которые вам нравятся. У меня здесь собрана потрясающая палитра. Очень красивые универсальные оттенки. Следующая палетка. Сарочка нечаянно уже пальчик сюда воткнула. Ну, ничего. В этой палетке серо-синие оттенки. Очень красивые, насыщенные. Вау, это розовые. Ух ты. Есть бордовый, матовый. Есть золотой, кстати, очень красивый. Жидкий спрей для лица Сакура, который освежает лицо. Давай, хочешь? Ой, правда? И там больше ничего нету. Ой, как приятно пахнет Сакура. Джинсовая сумка. Написано Женя Гейн. Это новый тональный мусс для лица от Джорджи Ормани. Интересно. Ух ты, какое легкое покрытие. Ничего себе. Потрясающее покрытие. Супер-супер тонкое, супер-супер естественное. И у нас заключительная коробка от Lancome. Тент и доль ультра-вэр. Раскрываем. Раз, два, три. Огромное вам спасибо. Здесь новинки от Lancome. Тональная основа. Тент и доль ультра-вэр. Потом тент Миракл. У Сары в руках. Праймер кушен от Lancome. Хайлайтеры для стробинга приставлены в четырех оттенках. От темного к светлому. В общем, ничего себе. Столько новинок. Спасибо огромное. Для контурирования такие вот стикеры выдвигающиеся. И консилеры. Тент и доль ультра-вэр. Камуфляж. Сейчас мы поедем в ресторан. Ты поедешь в ресторан? Там Юля будет? Да, будет. Ты поедешь, ты любишь. Вове нравится, когда однотонный цвет. Без всяких там прядей, милирования, шатужа и так далее. Все равно этот цвет смоется и пока можно так походить. Мы сейчас едем в Санкт-Петербург погулять снова. Выглядит мой новый цвет волос. Может быть, к нам попозже присоединятся. Юля с Клэем. Юля подсказала нам посетить потрясающий ресторан, который находится в Санкт-Петербурге. Он действительно невероятный, потому что внутри очень большой аквариум с красивыми рыбками, с муреной, с акулами, со скатами. Саре было очень интересно, так же, как и нам, интересно и всем посетителям. Поэтому мы остались в полном восторге. Несколько дней назад я утром по привычке, как обычно, проснулась, взяла телефон в руки, открыла Инстаграм и увидела в ленте страшную историю, да, то, что произошло в городе Кемерово. Я думаю, что все уже знают об этой истории, которая потрясла весь мир. Невероятно грустно и плохо на душе всем людям. Все скорбят, потому что это ужаснейшая история. Я выражаю огромное соболезнование тем, с кем это произошло. Хочется как-то поддержать и как-то помочь. Вообще, если честно, такие ситуации, они дают задуматься нам о некоторых вещах, потому что никто не подозревал, что такое произойдет. И никто не знает, что будет завтра. И на самом деле это очень страшно. Хочется, чтобы никогда не случалось ничего плохого с нами, с нашими близкими и вообще с людьми в этом мире. Но, как видите, люди ни от чего не застрахованы. И это может произойти в любой стране и в любом городе, и с каждым человеком. Поэтому давайте лучше поддержим друг друга, нежели ругаться с друг другом и доказывать кому-то что-то. Все равно мы ничего не сможем доказать. Я надеюсь, что такого больше никогда не повторится. И пусть земля будет пухом людям, детям. Это кошмар, конечно. Даже животным, которые пострадали в этом здании. Все. Это грустная ночь. Я заканчиваю это видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.